Слава Богу! Слава Богу! Почему? Потому что, ну, как бывает, когда мы откроем ее, то находим псалом, который соответствует нашему настроению, нашему состоянию. Мы читаем и как-то вот укрепляемся, Господь благоставляет и подкрепляет нас. Хотя эти слова были написаны более 3000 лет назад еще, но тем не менее там находим мы мудрость для сегодняшней жизни, мудрость и много ценных таких советов полезных. Поэтому вы его знаете хорошо, но я хотел бы вот еще раз обратиться к этому псалму, немножко поразмышлять. Вы верите, что Бог желает для каждого из нас счастья? Даже на Горную проповедь я сегодня вспоминал первые слова блажен. Начинаются слова блажен. Это высшая форма счастья. И этот псалом, это первый псалом, мы его хорошо знаем наизусть, но я хотел бы еще раз его прочитать, немножко поразмышлять. Написано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Когда мы читаем этот псалом, то, я думаю, тогда он тоже начинается, книга Псалтыр, с одного слова блажен. Блажен. И люди пытались издревле определить, в чем же все-таки счастье. Сегодня брат первый говорил о том, что хочется счастья для семьи, хочется счастья для нашей страны, да. Мы все хотим. Но вот здесь он дает такие советы и наставления. Блажен муж, который не ходит на совет. Есть что-то, что нужно сделать, и есть что-то, что нужно отвергнуть своей жизни. Что-то сделать, а чего-то не сделать. И когда мы читаем, есть две категории людей. Есть праведные люди, которые ходят пред Богом, которые живут пред Ним, а есть нечестивые. Нечестивые, которые совершенно Бога не знают. Которые живут полностью по своим каким-то правилам, по своим каким-то богатям и желаниям. Но вот мы читаем, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Написано, не ходит. Не ходит. Это нечестивые, это люди, которые ничего общего с Богом не имеют. Они поступают, как хотят. Живут, как хотят. До определенного момента. До определенного времени. А потом суд. А потом суд. И вот здесь Писание говорит, который не ходит. То есть, другими словами, не имеет ничего общего с ними. Не имеет, не ходит на совет. Это означает, не пользуется советами нечестивых людей. Сегодня многие люди дают советы в интернете. Какие-то там эксперты. И так далее, и так далее. Но вы знаете, самый лучший советник – это наш Господь. Ему имя чудное и одно еще советник. И когда мы приходим к нему за советом, то этот совет самый лучший. И Бог благословляет такого человека, который обращается к нему за советом. И здесь говорится, что не ходит на совет. Знаете, слово «ходит» – это, знаете, такое пошел и пришел. Пошел и пришел. «Ходит». То есть, время от времени спрашивают там совета. Как вот, что вот. Но оно не дает… Те люди, которые Бога не знают, они не могут ничего нам посоветовать, что бы дало бы нам истинное счастье. Временное такое, на земле какое-то мудрость, житейское. Чуть-чуть. Но настоящее, истинное счастье не могут. Потому что они знают Бога. И второй момент говорится дальше. А дальше сказано «не стоит на пути». Вот если мы говорим о том, что ходит, то это пошел – пришел, пошел – пришел. А тот, кто стоит, это уже что-то такое постоянное. Это что-то такое, ну, другое положение. Он уже встал, он определил свою жизненную позицию. Он утверждается на том, что говорят люди далекие от Бога. И дальше мы видим «не сидит в собрании разратители». Разратители буквально переводится как «тех, кто насмехаются» – «насмешники». Насмешники. Это категория людей, которые Бога не признают и насмехаются над детьми Божьими, над всем тем, что Божье. Ни во что ставят. И здесь мы видим вот три как бы такие ступеньки. Мы прочитали и три ступеньки такие. Ведь человек, он падает не сразу. Сначала ходит, потом уже стоит. Приходит время – уже и сидит. Помните, как Петр написано «следовал за Христом издали». Первый момент. Потом он уже грелся ука страстями людьми. А потом третий момент – «а я не знаю». А я не знаю. Господи, дай нам сегодня иметь мудрость, чтобы не ходить, не стоять. Тем более, да, и не сидеть. Там, где не нужно. И написано из этого общего, какой можно взять вывод, что зло – зло. Потому что здесь описываются эти люди – нечестивые, грешные и разводители. И зло, оно не приносит человеку никакого счастья. Абсолютно. Никакого счастья. Как бы он, может быть, там не делал, может быть, как бы не жил. Да, но блажен человек, который не имеет ничего общего с такими людьми. Который не ходит путем зла. Который, ну, не слушает этих советов. Зло не приносит никакого счастья. Мы видим сегодня вот эти события, которые происходят в времени. Какое счастье? Зло происходит, война происходит, другие какие-то моменты. Нету в этом. А это все по причине греха, по причине того, что люди нечестивые. Грешные и разводители. И помните, такой был человек Асав. В 72-м псалме мы можем прочитать, когда он жил святой жизнью. Он, знаете, ну, и в какой-то момент все было хорошо. Но в какой-то момент он написано «позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Как кажется, что вроде бы они хорошо живут, там написано, на работе человеческой их нет. Мы сегодня слышали о тех законах, которые принимаются в пользу таких людей. На работе страданий не было, проблем не было, и он им позавидовал. Они были гордые, эти люди, дерзкие, пропагандировали что-то, свои какие-то взгляды. Написано, поднимают к небесам уста свои, говорили против Бога. Там в этом псалме вы можете дома прочитать. А потом что-то произошло в жизни этого человека. Он приблизился к Богу. Асав. Приблизился к Богу. Написано, вошел во святилище и увидел. Увидел, что они стоят на скользких путях. Знаете, скользкий путь. Это можно в любой момент упасть. Потому что скользко. Скользкий путь. И в одно мгновение эти люди исчезают. И написано, пока не вошел во святилище и не уразумел конца их. Не стоит завидовать людям, которые находятся на скользких путях. Не стоит. У них нет будущего. Нет будущего. А у нас, друзья, те, которые идут за Господом, есть будущность и надежда. Есть будущность и надежда. Написано в другом псалме. Не ревнуй злодеям, не завидуй людям, которые делают зло, потому что они как трава. Сегодня есть, а завтра их не будет. Все. Легче пустоты. Никакой пользы. Никакого веса не имеют. И дальше говорится о том, как быть все-таки счастливым. И мы читаем, тот человек по-настоящему счастлив, когда в законе Господа воля его. Мы тоже слышали сегодня о разных законах, да, о том, как вот они, и Божьи законы есть установлены, да. Но здесь написано, тот человек, который в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. По-настоящему счастливый человек. А вы скажете, как такое может быть? Как можно день и ночь? Ну ладно день, а ночь? Как можно день и ночь? Неужели такой человек, скажем, не работает, да? У него нету никаких других забот, обязанностей там семейных, а он только сидит вот это и размышляет. Ну как можно понять? Или ходит там с Библией под рукой постоянно, да, и открывает в любое время. Как вот понять? Но я думаю, что больше не об этом речь. А речь написана о законе, размышляет он день и ночь. Это он помнит всегда о Боге и живет. Помните, как Енох ходил пред Богом. Помните, там есть такое идулие, отдыхали ее, да. Это Господь, он в Господе этот человек, он всегда старается вот эти законы Божьи осуществлять в своей жизни. Жить, так как Бог говорит, по слову Его. И он идет путем счастья, путем Божьих благословений, путем счастья. И скажу вам так, что это не так просто. В этой грешной земле, в которой мы живем, не так просто осуществить то, что Бог говорит. Но тот, который осуществляет, живет, и в этом его воля. Не моя воля, но Господня воля. То такой человек, он в итоге действительно по-настоящему счастлив. По-настоящему счастлив. Когда человек старается это делать, когда живет по слову Господню. И знаете, даже в Ветхом Завете, когда человек, вот есть заповеди, не, скажем, не убей, не кради, да, не пожелай. И вот если человек даже в Ветхом Завете об этих заповедях размышлял, помните, там даже навяжи эти законы, там все, то даже в том, что он размышлял, ему уже становилось лучше, он понимал, что так жить надо, потому что Господь велит. И в этом мне будет благословение. И в этом истинное благословение. Не так, как я хочу. Захотел, убил, захотел, украл, захотел, еще что-то там сделал. Нет. А когда человек размышляет, то, как написано, Господи, открой очи мои и увижу чудеса закона Твоего. Потому что благословение не в самом слове, а в силе, которое слово это несет. Потому что это слово от Господа. Это слово от Господа. И Бог сделал так, чтобы мы к этому слову прикасались. Чтобы мы через это слово познавали его самого. Чтобы через это слово к нам приходило в жизнь Божье благословение. Вот в чем заключается смысл размышления. Размышляет. Он прикасается к Божественному. Помните, как пример такой, когда Иисус написал. И это слово, которое мы читаем, оно стало плотью. Оно пришло на эту землю, и это слово Иисус Христос. Через которого мы сегодня спасаемся, через которого мы сегодня оправдываемся и имеем жизнь вечную. Вот оно слово. И когда Христос был на этой земле, помните, там была такая женщина, которая страдала долгое время. Помните, страдала. И были болезни у нее, кровотечение. Но денег уже не было. Уже все, все, что могла, она истратила, но никто не мог ей помочь. Помните? Никто не мог ей помочь. И однажды она решила в своем сердце, эта женщина, «Если пойду и прикоснусь». «Если пойду, только и прикоснусь». Выздоровею. Выздоровею. И вот наступил такой момент. Идет Христос. Она приближается к Нему. Пробирается сквозь эту толпу. И только прикоснулась. Прикоснулась. И что получилось? Исцелилась. Вера в то Слово. А Слово это и есть Иисус Христос. Вера в Слово, которое имеет силу, оно действительно дает жизнь, дает благословение, дает исцеление, дает радость в сердце. И все, что с этим связано. И написано также, почему это Слово имеет и сегодня силу. Написано, что небо и земля придут, и ни одна иота из закона Моего, ну и Слова, не придет, пока все не исполнится. Все исполнится до самого мельчайшего повеления, до самой запятой, до точки, до буквочки. Все исполнится до мельчайшего. И оно действительно обладает силой. И сегодня изменять сердца людей. И сегодня менять нас. И написано, что оно дает, мы читаем, что и будет такой человек, который пребывает в этом Слове, во Христе Иисусе. Написано, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. И лист которого не вянет. Вот я думаю, эти люди, которые жили на Востоке в то время, им эти слова, как, ну, нам может не так понятно, но им эти слова были очень понятны. Потому что там было много солнца, растения сожжали, не было воды. И когда нет воды, то что оно? Увядает, правда же. Вот не полеет там какое-то время в озон. Все, он начинает увядать. И когда мы прикасаемся к тому источнику, живому источнику, о котором здесь говорится, что будет как дерево посаженное при потоках вод. И когда мы прикасаемся к этому источнику воды живой, то и мы будем, как вот это дерево, да, которое приносит плод свой во время свое. А что это за время свое? Это наша жизнь. Бог отмерил нам вот это время, оно наше. Мы не знаем ни дня, ни часа, когда мы отойдем в вечность, но вот это время, это время наше. И Бог хочет, чтобы мы приносили плод для славы. Нам от этого хорошо, вокруг нас хорошо, и приносит радость и славу Богу. Когда мы приносим плод во время свое, такой человек, который в Слове Божьем пребывает, то он не пострадится, не постремится. Даже когда какой-то зной будет, когда какие-то проблемы, ситуации, война, катаклизмы, еще, еще написано, лист не вянет. Потому что источник у него не в этом мире, источник у него не только в хлебе насущном. Помните, дабы ты знал, что не хлебом одним будет жить человек, а всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьим. Вот тот источник, и дальше мы читаем, что, интересный такой момент, что во всем, что он не делает, успеет. Когда мы живем и в Слове Божьем, да, то мы знаем для себя, для своей жизни времена и сроки. Мы успеем, потому что Бог все так соразмерил, и мы будем делать все в свое время. Помните, как Христос, все спешат на праздник, бегут, суетятся, а Христос не спешил. И там слово такое было, мое время еще не пришло. Потом пришел, вот теперь время. Он знал все, все так размеренно было в жизни его от Бога, потому что он знал волю Божью, знал Слово Божье. Как же сейчас, сегодня этого не хватает? Люди бегут, суетятся, не успевают. Времени не хватает. И, конечно, человек не принесет плода, если не будет времени для Слова Божьего. Не принесет плода. И последний стих говорит о том, что «Ибо знает Господь путь праведных». Помните, а путь нечестивых погибнет. Помните, придет время, когда будет Господь отделять одних по правую, других по левую. И тем, которые по левую, Он скажет, я никогда не знал вас. Не потому, что Бог не знает, Он знает, но никогда не имел с вами, ну или вы со мной не имели отношений никаких. Вы жили, как хотели, вы исполняли волю свою, ко мне не стремились, желание сердца было похоти, удовлетворение своих потребностей, и все. И на этом точка. Как тот богачий Лазарь. А наш путь Господь знает, и не просто знает, а Он заботится о нас. Он печется о нас, Он помогает нам. И знает каждую деталь. Говорит, у вас и волосы на голове все сочтены. Он заботится, говорит, даже о птице, а тем более о детях своих. Тем более одевает лилию, тем более о детей своих. Он позаботится в нужный момент и пропитает, и все, что необходимое нам даст. И вы знаете, а тот, кто нечестивый, а путь нечестивых, это сказано о будущем. Бог знает наш путь, и у нас есть надежда. Мы знаем, куда мы идем, мы знаем, к кому мы веровали. А путь нечестивых, будущее. Вот так Бог приоткрывает будущее людей, которые нечестивые. Путь нечестивых погибнет. Погибнет. И это печально. И сегодня тоже, действительно, каждому из нас Бог отмерил это время. И, возможно, кто-то еще не примирился с Господом. Возможно, кто-то еще не знает Его. То сегодня день благоприятный. Бывает трудно, бывает борьба. Я тоже, когда пришло мое время выходить на покаяние, тоже была борьба, я хочу сказать. А что люди подумают, а что скажут, а знаете, и так враг. Но, когда мы читаем Слово Божье, да, борьба, но Господь помогает. Когда мы, сегодня брат Саша говорил, что когда мы начинаем идти, Господь помогает. И ставит ноги наши на пространном месте, и утверждает нас, и ведет нас. И дальше мы почувствуем, насколько благ Господь. Насколько Он велик, и насколько Он желает нам благословения и счастья в нашей жизни. И Господь поможет нам пройти этот путь. И, возможно, кто-то еще сегодня не знает Его, не примирен с Ним, чувствует в сердце, что нету мира с Богом. То сегодня есть шанс, есть возможность. Мы прочитали здесь два пути, два выбора. Или жить с Богом и быть счастливым, или жить без Бога и погибнуть. Жизнь и добро, смерть и зло. Вы избери себе жизнь, дабы жил ты и потомство твое. И мало того, что Господь спасает, так еще в жизни Бог, как мы читаем, меняет. Иисус Христос преображает наши сердца. И мы становимся новым творением во Христе Иисусе. И дальше мы идем и живем в обновленной жизни. Ходим в обновленной жизни под покровом и защитой Божьей. Поэтому пускай Бог благословит. И приносим плод в вечность, и потом в вечность, когда мы придем, то наш Господь скажет, войди в радость Господина Своего. Во время пения хора будет петь хор. Кто еще желает примириться с Богом, сегодня есть такая возможность. Избери жизнь. Пускай Бог благословит каждого из нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok